всем привет сегодня мы с вами будем засаливать хек у меня здесь в миске вот я купил в магазине свежезамороженный хек аргентинский и буду его делать по принципу соленой форели с форели мы как-нибудь запишем потом еще раз видео а сейчас раз у нас есть хек будем заниматься именно этой рыбой значит для засолки этой рыбы нам понадобится соль каменная не экстра именно каменная шариковый перец вот этот черный вот душистый перец петрушка сушеная ну и специи садовые специи сюда входят и гвоздика и кориандр и там кое-что еще маленький секрет и естественно приготовил две вот таких вот баночки литровых в эти баночки мы будем закладывать нашу рыбу ну а сейчас сейчас мы приступим к нарезке нашей рыбы мы можем порезать рыбу на две части если она крупная можно порезать ее на три части так будет лучше и быстрее просаливаться наша рыбка вот например вот так ну плавнички мы отрезаем выбрасываем они нам не нужны вот этот кусок мы режем на три части вот так откладываем и вот так вот мы поступаем с каждой рыбкой так лишнее мы отрезаем она нам не нужно так это сюда и последний хвостик так это прежде чем нарезать рыбу ее нужно если вы купили в заморозке разморозить промыть и только потом приступать к засолке рыбы сначала мы в банке накладываем наш лавровый лист он придает пряности нашей рыбе и скажем так пикантности естественно лавровый лист не дает различным бактериям размножаться и распространяться не только по банке но и по тем продуктам которые мы засаливаем или маринуем так с листиками мы закончили вот пожалуйста листики готовы теперь мы выкладываем немножечко душистого перца у меня вот здесь вот приготовлено чуть-чуть так чтобы на донышке лежали горошки вот так готова с горошками мы разобрались сейчас сейчас мы будем выкладывать нашу рыбу предварительно сдобрив ее немножечко солью я вот так вот насыпаю соль прям сюда на доску посмотрите какая хорошая крупная соль просто обалдеть и сначала делаю вот такие вот движения потом просто напросто обмакиваю кусочек и вставляю его в банку не закладываю а именно вставляю и точно так же я поступаю со вторым третьим и так далее кусочками рыбы чтобы они хорошо просолились потом когда весь процесс засолки будет закончен мы эти банки убираем в холодильник не в морозильник именно в холодильник оставляем там в холодильнике на несколько дней на три четыре пять дней и потом можно доставать баночки и есть нашу соленую рыбу морской хек это в переводе на обычный простой язык морская щука никто из вас не задавался вопросом почему хек продается всегда без головы вот посмотрите на картиночку и убедитесь сами что если будет этот хек продаваться с головой то вряд ли кто его купит а мясо в этой рыбке между прочим очень даже вкусное так с одной рыбиной с одной банкой вернее мы закончили сейчас мы чуть-чуть добавим соли и приступим ко второй баночке так точно так же как и в первый раз мы обмакиваем кусочки рыбы со всех сторон и закладываем в банку это может стать подсказкой для тех кто допустим желает на праздник себе устроить какую-нибудь экстраординарную закуску но устал от обычной банальной селедки под шубой селедки в маринаде или еще чего-то соленый хек просто прелесть мягкая вкусная рыба его можно не только жарить кстати для тех кто покупает его именно для зажарки так закладываем нашу рыбочку обмакиваем последние кусочки рыбки в соли вот так вот вот так вот вот так есть теперь мы собираем нашу соль остатки нашей соли за шуштуку и закладываем банку следующий этап засолки нашей рыбы сводится к вот этому вот процессу мы просто-напросто чуть-чуть сдабриваем нашими садовыми специями рыбу уложенную в банку готово вы не смотрите что так вот кучкой все это лежит нет сейчас когда я закрою банки так сейчас добавим немножечко петрушечки сушеные петрушки вот так для запаха для пряности для вкуса как говорится петрушки много не бывает вот теперь же вот мы смотрим готова специи заложены в банке рыба засолена закрываем наши баночки и теперь аккуратно встряхиваем чтобы распределить все специи по банке вот прям слышно как соль гремит отлично вот в принципе не трудоемкий достаточно легкий и быстрый процесс засаливания рыбы какую операцию можно проводить не только с хеком не только с форелью но и с другими даже речными рыбами и между прочим закуска получается обалденная классная поджаренную картошку под картошечку пюре или просто под картошку с петрушкой укропчиком обалденная вещь и быстро и вкусно в следующий раз если у меня будет желание если у вас проявится интерес к этому видео мы запишем рецепт приготовления форели по рецепту джона леннона когда-то я лет 30 назад попробовал такой рецепт использовать он действительно получился обалденный взяли мы свежую форель свежепойманную форель я тогда гордился тем что поймал именно своими руками вот на удочку форель в горной реке и сделали эту форель так как делал ее джон леннон после всех специй после засолки завернули ее просто-напросто в вафельное полотенце и на три дня убрали ее в холодильник после а вот после если вдруг у вас появится интерес к этому видео вы узнаете что было после с форелью сделаем следующий раз не забудьте подписаться на этот канал и поделиться видео с друзьями всем удачи пока